Ребят, здрасте! Будет такое долгое видео. Не знаю, кто-то не любит смотреть долгие видео. Говорят, что на ютубе надо выкладывать короткие, быстрые. Кому-то интересно. То есть, это видео вопрос-ответ с ответами на те вопросы, которые, соответственно, вы задавали в одном из предыдущих видео, в котором я заявлял о том, что будет рубрика вопрос-ответ. Нет. Люди, которые не любят смотреть долгие видео, они нацелены, наверное, ориентированы, пожалуй, они больше на развлечения. То есть, еще раз, мой канал, я хотел бы вам напомнить, уважаемые, он не столько для развлечения, сколько для личностного роста, для того, чтобы научить вас определенным вещам, определенным практикам, то есть, каким-то образом улучшить вашу жизнь. Именно поэтому я выкладывал все это время какие-то обучающие видео с примерами, не с примерами, с теорией, с практикой, с ответами, с заданиями. Я считаю, еще раз, заданий и упражнений информации настолько много. И вот сегодня буквально два человека звонили с утра нам в офис, пока никого не было. Я взял трубку, причем оба с Ростова по случайному стечению обстоятельств. Вот, и они говорят в очередной раз такие вещи, что, Вова, спасибо, мы просто смотрим то, что там, как бы, ты показываешь на своем канале, и мы уже просто повторяем то, что ты делаешь, немного добавляем своего, и у нас офигенный классный результат. Поэтому я тебе этого самого и советую, и у тебя есть все, в принципе, чтобы начать. Также легко общаться с девушками, как это делаю я на своих видео. Если ты не можешь, предварительно объявление, ребят, больше чем начнем, если ты не можешь, скажем, начать это делать, то вот для тебя есть отличный вариант, это прийти на мой онлайн-тренинг, который стартует 20-го числа, 20-го ноября. Цена уже повысилась на тысячу, сейчас он стоит 10 тысяч. Это мой заключительный, финальный, последний онлайн-тренинг по теме пикапа. В нем собрано абсолютно все, что нужно для того, чтобы просто взять, повторить, выполнить то, что я говорю, и получить офигительный классный результат. Ссылка для записи под видео, ты еще можешь успеть, записывайся. Итак, смотри, значит, следующее, ваши вопросы. Вопросы такие, значит, я их предварительно не читал, поэтому сейчас буду сразу читать. Какие-то, на какие-то буду отвечать, на какие-то не буду отвечать, ребят, заранее, извините, никаких претензий, ничего личного. Значит, такой вопрос, с облазением все хорошо, но как дело доходит до начальных этапов отношений, начинаю косячить. Вова, что нужно знать, чтобы девушка не потеряла ко мне интерес на начальных этапах отношений? Ребят, у меня есть видео про отношения, оно называется «Как не потерять любимую девушку». Вот, найдите его, пожалуйста, у меня на канале, там огромное количество, исчерпывающее количество сжато, но очень четко вся информация про отношения, про то, как удержать девушку, там есть. Поэтому, чтобы сейчас долго не рассказывать. Алексей спрашивает, расскажи о том примере, когда твои ученики или твой ученик прошли у тебя тренинг и нашли девушку о будущем жену. Алексей, таких примеров очень много. То есть, периодически мне звонят какие-то люди, например, прошедшие у меня тренинг, там, индивидуальный, или онлайн, или какой-то еще полгода назад, и говорят, чувак, я с суки пятком. Есть такой Паша из Челябинска, который мне понравился, именно его формулировка. Он сказал, Вова, я с суки пятком, благодаря тебе я нашел свою жену. То есть, если бы не ты, я к ней бы вообще не подошел. Вот недавно, буквально осенью, у нас Сережа наш, наш товарищ теперь уже женился. То есть, к сожалению, к моему огромному, Серега, если ты смотришь это видео, я еще раз прошу прощения, почему? Ну, что я не пришел на эту свадьбу. Хотя я в курсе, что эта свадьба состоялась в том числе и благодаря мне. Извините за нескромность. То есть, моя команда, мои ребята, Дима Бойко, наш стилист, один из наших стилистов, Максим, они ходили на свадьбу, очень классно погуляли. То есть, такие примеры есть, таких примеров очень много. Сергей пришел к нам вообще, ну, никаким. То есть, это было в прямом смысле слово ботан, задрот. То есть, он в очках, он инженер, он жил с бабушкой, ну, там, с родителями, с бабушкой, с мамой. Он вел просто полностью асоциальный образ жизни. То есть, как-то мы его расшевелили. Если честно, для меня это был очень тяжелый, как бы, вариант, тяжелый экспонат, тяжелый клиент. То есть, как бы, и мы его всей толпой все-таки зашевелили. Он при нас познакомился с девушкой. Я помню, она была в красном, как сейчас. Вот. И на этой девушке, собственно говоря, спустя какое-то время он женился. Сейчас они живут отдельно. То есть, он переехал от родителей, несмотря на то, что ему там было 30 с чем-то, или 32, или 33. Он уволился с работы, начал мучить какой-то бизнес. То есть, у Сергея жизнь пошла просто абсолютно по-другому. Поэтому такие примеры есть, Леша. Таких примеров очень много. Так, Максимус Пейн. Скорее всего, она начала та-та-та. Нет, так, подождите. Владимир, захотелось просто тебе написать и поблагодарить тебя за все, что ты делаешь. Ты тренер с большой буквы. Моя бабуля тебя уважает тоже и прочитала твою книгу. И сказала, что ты умеешь притягивать девушек своим имиджем и желаешь тебе крепкого здоровья. От себя хочу пожелать тебе идти в правильном направлении, чтобы были рядом вечные верные люди, которых так мало сейчас в наше время. Вопрос у меня такой. Спасибо, бабуля. Большой привет. Вопрос у меня такой. Хочу приехать в Москву работать и с тобой увидеться лично. Хотя бы за полчасика пообщаться лично. И смотрю с самого начала тебя, как ты начал развиваться в сфере личностного роста. Сам ждал тебя. Я обещал приехать в Беларусь, так не доехал. Благодарю за понимание. То есть, как бы, чувак, приезжай еще раз, набирай, пиши в почту, пиши в личку, набирай на наш рабочий телефон. Обязательно увидимся. Я всегда, ребят, рад с каждым из вас встретиться. Обязательно поздороваемся. Всегда очень приятно, когда я понимаю, что я таким образом, как бы, косвенно принимаю свое участие в чьей-то жизни. То есть, мне это очень приятно. Так, привет. Вопрос следующего характера. Проактивно играю в игре месяца два-три. Ребят, сразу ремарку. То есть, я вот эту всю тему не считаю игрой. Я считаю, что это, как бы, жизнь. Я не люблю терминологию из серии «я игрок», там, «я пикапер», там, «я такой-то». То есть, ну, парень выразился именно так. Знакомлюсь, провожу свидание и так далее. Подхожу к симпатичным девушкам. Ну, как дело касается так называемых девяток, ухоженных с губами и дорогими шмотками. Сразу степенею начинаю тупить. Чувствую, что будто недостойных красивых девушек. Что посоветуешь? Ну, во-первых, еще раз, девятка или, там, тройка или пятерка – это все только в твоей голове. Я посоветую тебе подходить принципиально именно к таким. То есть, и плюс самому развиваться. Если очень-очень обширно, то есть, не вдаваться в какие-то. То есть, совет такой – подходи именно к таким. То есть, как только ты перестал испытывать волнение и дискомфорт при подходе к девушкам, это значит, что либо ты стал гуру соблазнения, когда ты совсем перестал испытывать дискомфорт, либо просто это не те девушки, к которым ты подходишь. Так или иначе, все равно, даже у тех, кто уже давно занимается пикапом и прошли мои тренинги, у них вот на стадии между «увидел» и «подошел», иногда, если девушка красивая, очень красивая, у них сохраняется некая доля волнения такого, скажем, но это нормально. Я больше учу их не столько как бы избавляться от этого волнения, потому что есть вещи физиологические, которые очень сложно убрать с помощью, там, любых каких бы то ни было техник. Я больше учу их действовать в условиях этого волнения. То есть это как бы приятное волнение, как перед выступлением испытывает артист, когда выходит на сцену. Подходи именно к таким девушкам, общайся именно с такими девушками. Зачастую они реагируют точно так же, как и все остальные. Просто еще раз, это твой мозг оценил их как девятки, десятки, там, и так далее. То есть вопрос в том, что это только в твоей голове. И когда ты будешь больше общаться с такими, ты поймешь, что они точно такие же, как все остальные. Единственное, что тебе нужно прокачиваться, тебе нужно внешне круто выглядеть, тебе нужно статус какой-то иметь в жизни, тебе нужно самому, соответственно, прокачиваться по деньгам, по личностному росту, по коммуникации и так далее. То есть это вот для тебя отличный стимул для того, чтобы ты мог как-то развиваться. Так, Вован, как всегда, топчик, а я сегодня опять застал подойти. Ну, блин, извините, как бы. Это твой жизненный выбор, мужик. Так, Вован, у меня такая проблема, подхожу к девушкам спокойно, начинаю общение, беру телефон, когда девушка вызванивается, оказывается, что она занята и так далее, в итоге сливается. И так уже было очень много раз, все равно не отпускаю руки и продолжаю знакомиться. А история эта повторяется из раза в раз. Это, то есть вопрос, я так понимаю. Смотри, есть определенный момент, значит, ты их где-то не заинтересовываешь. То есть они могут давать тебе телефон за счет твоей настойчивости. Потому что они понимают, что в данном случае мне, наверное, проще его дать, лишь бы он только, блядь, отъебался. Извините за мой французский. Но если они не вызваниваются, значит, есть определенный, скажем так, прогал, определенная какая-то пустота, которую надо заполнить именно в моменте заинтересования собой. То есть, как бы, я не знаю, что тебе сказать, потому что нужно каждую ситуацию разбирать отдельно или в идеале лучше посмотреть на тебя. Ну, как бы, я могу предложить тебе пройти мой онлайн-тренинг, который вот в ближайшее время будет. Там будет огромное количество информации по поводу того, как заинтересовывать девушку собой. То есть, чтобы она именно не просто давала телефон, а понимала, что, блин, это круто, это очень крутой парень. Я обязательно хочу с ним увидеться. То есть, это лучший мужчина в моей жизни. Предыдущее видео, которое ты видел на этом канале, которое называется «Как знакомиться в кафе». То есть, там какие-то подробности, но, правда, опять же, не все. Вот так же подробно, даже еще более подробно, я буду рассказывать на своем онлайн-тренинге какие-то штуки по тому, как заинтересовывать. При этом, самое важное – оставаться самим собой. Вот, как-то так. То есть, чувак, есть косяк. То есть, там момент в том, что ты их не заинтересовываешь, надо смотреть, надо разбираться. То есть, вот так вот я не могу тебе сказать ничего. Девушка очень позитивная, но Вова как-то подошел без цели. Так, это комментарий относительно подхода. Так, подскажи, как мне поступить? Мои друзья поезжали одному при подходе к девушкам, не чувствую такой уверенности. Меня поддерживало раньше то, что я подходил, я сам. Но друзья были рядом. В общем, одному раньше намного труднее подходить. В одному сейчас намного труднее подходить. Да не так весело, как быть. Смотри, Саша, ну, друзей единомышленников всегда можно найти. То есть, в жизни всякое бывает. Я все равно рекомендую, например, после того, как человек прошел мой тренинг, я рекомендую ему найти какого-то напарника, партнера. То есть, как бы друзей можешь найти, либо здесь пиши в комментариях, либо в нашей группе ВКонтакте, там, напиши на стене. Либо просто на каких-то форумах, в чатах, там, и так далее. Просто гуляешь, смотришь, парни пикапят, подходишь, говоришь, ребят, здрасте, вот вы там, что вы здесь делаете, и так далее. То есть, как бы, я считаю, друзей найти можно. Во-вторых, у меня был такой случай на тренинге, как раз прикольный, когда чувак сказал, что он все время подходил с другом. Потом друг уехал. А, нет, друг у него заболел, и он что-то серьезно заболел, и он уже почти месяц лежит в больнице. То есть, что-то какая-то травма на спорте или что-то. И он говорит, я уже месяц не подхожу. Ну, ребят, а, как бы, я ему сказал, а если твой друг, не дай бог, там, завтра уедет в Америку на всю жизнь, или станет гомосеком, то все, ты перестанешь подходить тоже. То есть, друзья, это хорошо, Саша, но, как бы, параллельно ты все равно должен приучить себя самостоятельно это делать. Потому что соблазнение и вообще процесс общения с девушкой, с девушками, это очень интимный процесс. То есть, процесс, который лучше всего в идеале работает, когда ты один и девушка одна. Блин, кофе кончился. Во, проблема такая. Знакомлюсь, общаюсь с позицией сверху, соблазняю девушку на первом или во втором свидании, потом размышляю о данной девушке, оцениваю ее уже как личность. Понимаю, что я бы все-таки хотел бы построить уже длительные отношения, но не получается. В итоге вот что. Начинает выносить мозги. Ставлю ее вроде как на место, прекращается на какое-то время, успокаивается, и потом опять все больше и больше. Я просто не выдерживаю, стою молча и ухожу, пропадаю на неделю, возвращаюсь и понимаю, что я уже нахер не нужен. Хотя девушка говорила, мол, ты идеальный, я желаю, что не попробовала завязать с тобой отношения, предлагаю снова сойтись, в итоге игнор. И спустя какое-то время вообще равнодушие. У меня вопрос, как так получилось, в чем косяк? Я очень плохо понимаю, что нужно делать в отношениях, какую роль играет мужчина в жизни женщины, какие у него обязанности. Хотелось бы побольше видео про свидания, отношения, как должно быть, что нужно делать, у кого, какая роль и так далее. Отлично, Илья, я обязательно в ближайшее время учту и буду выкладывать такие видео, тем более мы немножко переформатируем канал. То есть у меня сейчас будет более глубокий контент, более взрослый. Я буду приглашать всяких крутых спикеров. То есть, ну, надо развиваться, потому что вот эти подходы, знакомства, как бы, они немножко мне самому поднадоели. То есть смотри, опять же, есть у меня видеоролик про отношения, как не потерять любимую девушку. То есть, во-вторых, отношения, они начинают, и позиционирование твое, они начинаются уже непосредственно прямо с первых секунд общения. То есть, значит, ты где-то неправильно себя позиционируешь, то есть, ты где-то не заинтересовываешь, то есть, ты где-то ставишь себя в позицию снизу, потому что, если бы все было правильно, если бы ты ставил себя в позицию сверху, круто заинтересовывал, правильно себя позиционировал, девушки бы быстро, легко влюблялись в тебя, как бы, и такого бы не было, такого равнодушия. Вот это их реакция на тебя, она лишь показывает то, что ну как бы, ну ты есть хорошо, но тебя нет, в принципе, тоже неплохо. Значит, ты еще далеко не тот самый крутой мужик, как бы, которым ты должен для них быть. Я обязательно сниму видео, в ближайшее время будет больше таких видосов, как бы, хороший вопрос. Еще вопрос, почему у девушек с этим нет проблем, почему они все знают, все знают и умеют. Меня от этого нереально бомбит, почему парням так сложно с этим, приходится учиться этому. Ведь раньше не было всяких тренингов, как раньше-то люди жили. Ну так же и жили, чувак. Ты должен радоваться, в принципе, и как бы я радуюсь, что сейчас есть такие тренинги, такая тематика. Правда, очень много развелось всякого говна, но так или иначе могу посоветовать самого себя, могу посоветовать Красочкина, могу посоветовать Артегу, Олегу Луканову, могу посоветовать ребят из проекта ТЛС. Кого еще я могу посоветовать? Моторина, Антона, посмотрите. Ну то есть как бы в основном очень много всякого говна развелось в плане этих тренингов, но там есть и нормальные ребята, есть прикольные чуваки, которые дело говорят. Слава богу, они есть. Я не говорю о тех, кто снимает пранки, выкладывает их на каналы свои, то есть какие-то там молодые ребята, то есть у этих ребят вы ничему не научитесь, потому что, еще раз, хватать за жопу девушек, ну как бы много ума не надо. Но как построить с ними отношения, как позиционировать себя правильно, как приходить к сексу с этими девушками в конце концов, то есть это гораздо сложнее. Почему у мужчин так сложно, почему у женщин так легко, ну потому что природа так создала, как бы. И опять же, Андрей, смотри, если бы ты сейчас был каким-то высокоранговым, высокопримативным самцом, то, наверное, у тебя бы таких вопросов не возникало. То есть развивайся, мужик, так устроен мир. Например, лучшие женщины достаются лучшим мужчинам, то есть поэтому стань лучшим мужчиной, и у тебя будут самые лучшие женщины. Когда работаешь по вахте, через полмесяца, когда возвращаешься, страх подхода тоже возвращается. С каждым разом после вахты приходится избавляться, забирает время. Есть ли какие-то выходы? Ну есть выход, смотри, сменить работу. Серьезно. Лично я вахтовый метод работы просто не понимаю, я его не приемлю. Для меня это какая-то дикость, как бы, ну, ты выпадаешь из жизни на месяц или там на две недели. Второй момент. Значит, то есть то время, которое ты проводишь здесь, вне вахты, общаясь с девушками, то есть ты недостаточно много коммуницируешь, ты недостаточно много с ними общаешься. И это не те девушки, не того уровня, которого бы хотелось тебе. Потому что если бы ты общался именно с самыми-самыми крутыми, больше, чаще проводил свидания и так далее, то есть ты бы этот страх подхода прям очень сильно загасил. То есть он бы превратился в какое-то небольшое волнение. Я считаю, проблема в этом, что ты все равно недостаточно, скажем, коммуницируешь с женщинами тогда, когда ты вне вахты. Посоветуй полезных книг, которые помогут в общении с женщинами. Именно по общению с женщинами, я не знаю, ну, почитай Алекса Лесли, почитай Филиппа Богачева, почитай меня, почитай Красочкина, который с Челередом написал книжку «Уже, боже, жизнь полная женщин». Есть, конечно, куча всяких там психологических книг, типа там «Мужчина с Марса», «Женщина с Венеры», там, там, бла-бла-бла, как бы, ну, мне кажется, это херня. То есть, как бы, эти книги, те книги, они написаны дрочерами, ну, скажем так, то есть теми людьми, которые от эффективного соблазнения настолько же далеки, как, не знаю, я сейчас от планеты, там, Плутон или Марс. То есть, поэтому, ну, почитай пикаперов, только, ну, как бы, опять же, еще раз, это те люди, которые стали у истоков, например, Филипп Олегович Богачев, что-то. Ну, меня, во всяком случае, его книги вдохновляли, я тоже не во всем с ними согласен. Алекс Лесли, он, ну, как бы, я сейчас крайне против его политики вообще, то есть, вот, человек немножко перебрал в плане, это мое личное мнение, в плане пикапа, что он уже куда-то у него вообще там что-то переключилось, шарики за ролики заехали, но его книги очень крутые, я с них когда-то вдохновлялся, я с них начинал. Почитай мою книжку «Позицию сверху», почитай, вот, «ЖПЖ» Макса Красочкина. Ну, там еще есть какие-то пикаперы, которые написали книги, там, Шереметьев, Вожеватов, но, честно говоря, как бы, лично мое мнение, я не советую этих людей читать. Вот, то есть, если ты хочешь хапнуть воды, пожалуйста, как бы, хапни воды. Когда знакомлюсь с девушкой в городе Донецке, в ДНР, мило беседуем, тут мимолетный обстрел, она теряется, хочет куда-то бежать и не дает номер телефона. Что делать в таких ситуациях? Бля, жесть. Слушай, я, честно говоря, не знаю, что тебе ответить на этот вопрос, Олег. Единственное, я могу тебе сказать так, то есть, я на своих живых тренингах, как бы, делаю следующим образом. Я специально мешаю своим клиентам знакомиться. То есть, когда он уже встал на ноги, когда он уже что-то делает, вот, буквально, там, пару дней назад была индивидуалка, у нас было финальное занятие восьмидневное. Парень приезжал, смотри, то есть, когда он подходил к девушкам, я подходил и вмешивался, начинал мешать ему общаться, то есть, типа, потому что в жизни может случиться любая фигня. Обстрел – это, конечно, крайность, да, но, например, ты, ну, например, что бы, смотри, допустим, ты стоишь в торговом центре, мимо едет там какая-то штука, которая вот чистит пол, да, вас там попросили подвинуться, к ней подошла подруга, знакомая, отвлекли, там, еще что-то, там, к тебе какой-то промоутер подошел, то есть, отвлечь может все что угодно. Твоя задача, то есть, не теряться после этого, а продолжить и все равно взять свое, то есть, как бы, окей, обстрел, блядь, сбежал с ней куда-то, там, укрытие. Все равно, понимаешь, Олег, жизнь продолжается, да, и там у нее взял телефон, то есть, это в любом случае, это некие эмоции, может быть, это не лучший пример, да, но когда вы с девушкой переживаете какие-то эмоции совместные, пусть даже негативные, там, какие-то, которые вызывают адреналин и так далее, это еще больше сближает, то есть, не теряйся, потом берешь у нее номер. Владимир, вопрос, недавно оказался у девушки дома, круто проводили время, вино, конфеты и так далее, с зимой она ушла в душ, когда вышел, начал приставать, раздевать, все шло хорошо, но он наткнулся на прокладку. Вот слово приставать, оно какое-то опять дебильное, ребят, пока вы не уберете у себя из головы слово лапать, слово приставать, я начал ее лапать, я начал приставать. Ребят, то есть, это все как бы говорит только о том, что для вас мир женщины это мир дискомфорта, то есть, вы должны чувствовать себя комфортно рядом с девушкой, то есть, вы должны понимать, что вы ценность для нее, что ей хочется, чтобы вы ее ласкали, я подчеркиваю слово ласкали, прикасались, я подчеркиваю слово прикасались, возбуждали, я подчеркиваю это слово, А вы это воспринимайте, как будто вас кинули в стан врага и заставили, иди по лапой тигра, и вы прямо у лапаете, то есть приставать. Чувак, твоя философия изначально неправильна. Это как бы, ну, я еще не дочитал вопрос, но я считаю, что вот с этим тебе надо что-то делать. Все шло хорошо, но наткнулся на прокладку. И тут два варианта. Либо она ее специально подложила в душе, чтобы слить меня, либо у нее реально эти дни. Что вообще можешь сказать про женские отмазки месячными, что делать в таких случаях, как в данной ситуации поступил бы ты? Весь вечер почти не сопротивлялась, и, видимо, было, что сама кайфует от всех прикосновений. Я бы, ну, если бы мне сильно прям хотелось эту девушку, то я бы обработал эти возражения, сказал бы, мы сейчас сходим в душ, еще раз тебя там, ну, как бы, она говорит, я была уже в душе, ты говоришь, ну, отлично, как бы, мы сейчас подстелим полотенчик там и так далее. То есть я бы ее возбудил параллельно и все равно занялся бы с ней сексом. Плюс есть другие отверстия, извините за мой французский. Плюс, ну, как бы, можно было бы уважать желание девушки, то есть если у нее там какой-то второй день месячных, то, скорее всего, это прямо течет оттуда фонтаном. Можно было бы сделать просто ей какие-то приятные штуки, массаж и так далее, ну, оставить себя без секса, но тем самым показать, что ты можешь ее возбудить, что все круто. И, как бы, в следующий раз прийти к этому сексу. Можно было бы ограничиться минетом, то есть, как бы, оральные ласки никто не отменял, то есть, как бы, все равно там, там может быть масса вариантов, да, как бы, но если она уже там ни в какую с этой прокладкой, ну, как бы, фиг бы с ним. Это смотря на сколько, у меня была молодость такая бурная и дикая, то есть, я, мне было все равно прокладка, там, тампон, что угодно, то есть, как бы, если мне нужен был секс, я готов был, не знаю, мертвого человека, мертвую женщину разбудить, сказать, так, давай вставай, будем трахаться. Сейчас я, как бы, рекомендую более спокойно к этому относиться. Ну, предложил бы сделать тебе минет, то есть, как ты ее возбуждаешь, ты гладишь ее вот так вот рукой по лицу, пытаешься дать ей палец в рот, трогаешь ее по губам. Потом ты, соответственно, достаешь член, кладешь руку себе на член, то есть, там очень много всяких техник, очень много крутых фишек, которые можно рассказать, но формат этого видео, оно и так долгое, поэтому, как бы, мне ничего не остается, как пригласить тебя на онлайн-тренинг, который стартует 20-го числа. Там ты сможешь задать этот вопрос, я более подробно это все расскажу. Так, Владимир, привет, такой вопрос, после последних отношений очень часто сравниваю новую девушку с бывшей, манеры поведения и так далее, как отпустить те от прошлых отношений, часто в голове всплывают их сравнения. Мужик, а это такая неизбежная штука, реально неизбежная, то есть, тебе придется с этим какое-то время помучиться, то есть, у меня у самого были такие штуки, когда я каждую новую девушку принципиально сравнивал с предыдущими и понимал, что, блин, вот это не то, вот это не то, вот это не то, то есть, кроме как временем, это, к сожалению, наверное, не вылечить. Плюс есть еще другой вариант, если попадется девушка намного лучше, чем предыдущая. Если это будет действительно прям прикольная, классная, крутая девчонка, то есть, и она, ты в нее влюбишься, она вызовет какие-то новые эмоции, то, как бы, то да, то есть, постепенно, ну, ты быстрее забудешь предыдущую, ты будешь, как бы, вот, купаться, скажем так, в общении с этой девушкой и будешь от этого кайфовать. Я так и не нашел о тебе информации, возможно, она была в древних выпусках. Ты сам женат, есть постоянная девушка, расскажи о своем успехе или ты пока гуляешь. Сам не женат, скажем так, все сложно, то есть, у меня есть определенный момент, связанный с девушкой, то есть, я два года встречался с Юлечкой, со своей. Но сейчас у нас такой период, что, как бы, можно сказать, что мы расстались, то есть, как бы, я хочу жениться по любви. И я советую это всем, то есть, как бы, я, может быть, наивный албанский мальчик, да, но я, во-первых, считаю, что мне мало лет для того, чтобы переживать, что я не женат. Если мне говорят, что вот, я родил второго ребенка там, а ты, то есть, это их личный жизненный выбор. Я женюсь тогда, когда я посчитаю нужным. Я могу сказать, что сейчас уже прошло время, когда я бегал, бегал по свиданкам массово от одной к другой, всех соблазнял, то есть, мне сейчас это неинтересно, как бы, у меня другие интересы. Так, ну, насчет гуляешь тоже не скажу. То есть, можно сказать, что я в активном поиске жены. Как-то так, то есть, если коротко. Так, шамшурин и жираф. Зачем они это делают? Складывается впечатление, что они не любят знакомиться, встречаться с ним, а с сексом. Ребят, ну, это элементарные истины, то есть, как бы, об этом можно говорить часами. Я уже говорил, что девушке важно не показаться доступной, и девушке важно сложить себе ответственность, девушке важно проверить, насколько ты тот самый, потому что она хочет отдаться во всех смыслах слова, отдаться, там, физическому, психологическому, тому, кто будет самым крутым самцом в ее жизни, то есть, она должна тебя проверить, насколько тебе это нужно. То есть, там очень много моментов, чувак, то есть, об этом мы будем говорить на первом занятии моего онлайн-тренинга, заключительного, то есть, об этом уже тысячу раз говорено. Но если ты хочешь, как бы, понять, почему так происходит, то есть, нужно понять философию вообще и устройство женского мозга, почему они так делают, то есть, потому что в природе так. То есть, смотри, можно долго рассуждать, почему так происходит, почему нет денег, почему девушки не дают, почему херовая погода, почему у меня там квартира в неудобном месте находится, съемная или какая-то, или своя. А можно просто, не рассуждая, почему так вышло, ну, раз вышло, значит, вышло. Можно просто сделать какие-то действия предпринять для того, чтобы изменить, скажем, эту картину текущую. Шамшурин вопрос. Есть подруга, с которой я лизался на вписки? Ребят, ну, какие-то детские вопросы, детская терминология уже отвечать не хочется. Мне 16, 19, там, короче, оказалось, что у меня есть парень. Блин, ребят, давайте не будем вот это вот, что-то какие-то, шлю тебя туда-то. Нет, не хочу тратить время на этот вопрос. Привет, Вова. Наверное, моя ситуация будет не для всех, но нужны советы, пинок, так сказать. Я адекватный человек, люблю жизнь и девушек, но есть проблемы с суставами ног. Долго ходить не могу, дико болят, принимал лечение, поэтому выхожу просто прогуляться крайне редко. Нагрузку нельзя давать, делаю по предписанию докторов, потому чувствую, что жизнь проходит. Когда выхожу, не хватает огня, быстро скисаю, не нахожусь в разгоне и позитиве долго. Как можно войти в разгон, чтобы каждый выход на улице был продуктивным, но с учетом больших больных суставов? Смотри, я могу тебя сейчас, может быть, обидеть, могу сейчас как бы неправильно выразиться и так далее. Но мне кажется, что, скажем, твои больные суставы – это отдельная вещь, которая никак не связана с твоим соблазнением. То есть это с уровнем твоего соблазнения девушек и общения, коммуникации. То есть как бы и девушки – это отдельная составляющая. То есть мужчинам все время, потому что я здесь не только про суставы увидел информацию. Я видел, что ты пишешь, когда выхожу, не хватает огня, быстро скисаю, не нахожусь в разгоне и позитиве долго и так далее. То есть вот в этом, скорее всего, причина, а не в суставах. Суставы – это как бы такая удобная отмазка для самого себя. Во-первых, ну, например, всегда можно придумать, как сделать для себя комфортно. Ходи в те места, где девушек изначально намного больше. Знакомься в кафе и ресторанах. Об этом было мое предыдущее видео. Соответственно, там, где ходить много не нужно. Всегда можно найти какой-то выход, способ и так далее. То есть это все отмазки. Ты говоришь, у меня нет ресурсного состояния и так далее. Ребята, я еще раз говорю, что... То есть я постоянно на своих тренингах, на индивидуалках сталкиваюсь с тем, что парни жалуются на отсутствие ресурсного состояния. Ой, я сегодня тухлый, я сегодня кислый и так далее. Нифига, ребят. Ваша задача – приучить себя действовать или общаться с девушками. Увидев красивую девушку, подходить к ней в любом состоянии. Можете даже говорить ей, слушай, у меня сегодня херовое состояние. Я грустный, тухлый, как выжатый лимон. Но я увидел тебя, и, блин, ты такая прикольная. По сто секундам пообщаемся. То есть, дело в том, что для вас, пока для вас это некомфортно, пока вы учитесь, то есть, пока для вас это является чем-то некомфортным, ваш мозг ищет, скажем так, причины для того, чтобы вы не подходили. Причины отмазать вас, причины не делать чего-то. И он настолько находит причины, скажем, правдоподобные, что в них прям ты веришь и думаешь, блин, ну это же так, я же в это верю. И суть такая, что если ты будешь поддаваться этому, то ничего хорошего не будет. Один раз ты не подойдешь к девушке, мозг тебе скажет, слушай, я устал, у меня нет разогнуло состояния. Другой раз, третий раз – все. Потом он поймет, что вот этим туловищем можно управлять с помощью отсутствия якобы разогнуло состояния. Каждый раз, даже если ты сидишь дома в хорошем настроении или на работе в хорошем настроении, ты выходишь куда-то, где есть девушки, в клуб, в ресторан, в кафе, еще куда-то. В этот момент твой мозг будет там раз и давать тебе антиразогнанное состояние. Он будет думать, ага, вот это животное, короче, сейчас не пойдет, если я ему скажу, что оно не разогнуло. И ты будешь чувствовать себя не разогнанным. Это очень элементарная вещь. Не отмазывайся. Вова, твои видео очень помогают. Говорит, имею жену-любовницу, ну и так знакомлюсь постоянно. Теперь у меня любимая фраза. Ты, кстати, классно выглядишь, реально работает. Спасибо тебе за твои видосы. Посчитал за последний год, у меня было 12 разных девушек. Отчасти благодаря твоей мотивации, что ты выкладываешь здесь. Спасибо, удачи тебе во всем. Спасибо, Иван Иванов. Ну, конечно, это, наверное, не твои идеалы. Но, честно говоря, я тебя не понимаю так же, как и многие. То есть у тебя есть жена. Ну, как бы, почему я сейчас не женился до сих пор, да? Не потому, что я зажрался и не могу остановиться. Не, нифига не так, ребята, как бы. А именно потому, что я хочу найти ту девушку, с которой я не хотел бы ей изменять. Во всяком случае, максимально длительное время. Или вообще. Или, скажем так, ту девушку, находясь рядом с которой, я бы максимально мог брать себя в руки для того, чтобы не смотреть на других женщин. То есть потому, что у меня было бы ради чего и ради кого это делать. У тебя есть любовь, есть там 12 еще каких-то женщин. Ну, мужик, если тебе от этого кайфово, ради бога. То есть, ну, как бы. Ну, к тому, что ты обманываешь свою жену, именно жену. То есть, которая там мать твоих детей. Я не знаю, как бы. Я отношусь немножко негативно. Вот такой вопрос. Сейчас живу с девушкой вместе и так. И как-то раз я залез в ее телефон и увидел старую переписку с бывшим парнем. Эта переписка была, когда мы только общались. То есть, начинали общаться, я так понимаю. Теперь у меня к ней недоверие. Каждый раз, когда она берет телефон в руки, у меня мания, что она переписывается с парнями. Хотя она говорит, что все в прошлом, я у нее один. Посоветуй, что мне делать в такой ситуации. Мужик, ну ты сам в себе разберись. То есть, это вопрос твоей уверенности в себе. Что делать в такой ситуации? Будь для нее самым лучшим мужчиной. И будь уверен в том, что ты для нее самый лучший мужчина. Я знаю, что я для этой девушки самый лучший. У тебя есть только два варианта. Либо разбегаться. Ты же не можешь ей заставить ее заставить не лазить в ее телефоне. Нет, ты не можешь этого сделать. Разберись в себе, спроси себя, почему ты так ревнуешь. Почему ты считаешь, что ты же не уверен. Она с тобой сейчас. Она твоя девушка. То есть, почему ты так паришься. То есть, если бы ей что-то было не нужно, или она ее в тебе что-то не устраивала, она бы, наверное, дала понятие или свалила от тебя. Ну, то есть, это вопрос к твоей собственной самооценке. Разберись сам с собой, мужик. Не, можно это проработать с помощью психолога и так далее. Кстати, ты можешь этот вопрос задать Максиму Алябьеву, нашему психологу, который будет вместе со мной вести онлайн-тренинг 20 ноября. То есть, мы будем прорабатывать страхи. Он будет давать какие-то глубокие задания. Я буду практические задания давать. Вписывайся в тренинг, задавайте вопросы. Он тебе в любом случае не помешает, если ты живешь с девушкой, потому что, как бы, он поднимет какой-то твой боевой дух, скажем, позицию сверху, и ты будешь общаться с девушкой с позицией сверху. Тебе будет спокойнее. Ты будешь не привязан к тому, с кем она общается, с кем нет, потому что ты будешь понимать, что ты для нее самый лучший. Такое просто. Мне почти 30 лет, и я до сих пор девственник. Отношений, как и девушки, никогда не было. Посмотрел почти все видео на канале и прочитал книгу. Но сделать даже самое простое задание, как 50 приветов, так и не смог. После таких неудачных попыток развилось сильное желание тупо подохнуть. И чем больше не получается, тем больше хочется. Мне, по ходу, прямая дорога к психологу, сам я этим, скорее всего, не справлюсь. Мужик, но смотри, если ты не можешь подойти к девушкам, конечно, нужно там к психологу, не к психологу, но здесь нужна практика, потому что психолог будет давать разбирать тебя изнутри, но без практики, без действий, физических действий в физическом мире ничего не получится. Я могу тебе предложить только один вариант. Приезжай к нам, мы тебя распинаем, расшевелим, зашевелим, научим, подтолкнем до той поры, пока ты сам не поймешь, что это кайфово, и начнешь уже подходить сам. То есть, как бы это нормальная практика. Но в любом случае, чувак, отчаиваться, как бы не вижу смысла. Не может быть, что ты настолько слаб, то есть, что не можешь подойти к девушке, сказать привет. То есть, я считаю, что пора переставать себя жалеть. Пиши мне в личку, поболтаем, то есть, записывайся на консультацию, попробуем разобрать твой случай. Но я видел много людей в состоянии отчаяния, скажем так, да, там, не только связанного с женщинами. То есть, я понимаю, что состояние отчаяния, от состояния счастья и состояния веры в себя самого, в свои силы, оно иногда бывает настолько близко. То есть, человеку, находясь в состоянии отчаяния, кажется, что все пиздец, мир просто против него. Что все, жизнь закончилась, что идти некуда, выхода нет. Но поверь мне, выход есть всегда, и ты даже не представляешь, насколько близко может быть другая Женя от тебя. То есть, тебе просто нужно предпринять какие-то правильные действия. Если ты не можешь самостоятельно справиться со своей проблемой, обращайся к профессионалам, обращайся к тренерам, обращайся ко мне. Соответственно, мы сделаем так, что твоя проблема решится. Психологи, я вообще как бы за них. То есть, я сам тот еще пациент психологов. Во-первых, они есть разные. Во-вторых, как бы, скажем, психология, она работает только на, скажем так, на одной волне параллельно с действиями, параллельно с предприимчивостью каких-то действий. То есть, если ты будешь просто ходить к психологу, разбирать свои страхи, вытаскивать что-то еще, психологи, как правило, не дают практических заданий и упражнений. Психолог, который есть у нас, Макс Алябьев, то есть, он один из наших психологов. То есть, он сам из пикап-тусовки. То есть, он, может быть, даст тебе какие-то задания, упражнения практически. Но еще раз тебе говорю, то есть, твоя проблема решаема. Ты вообще гонишь. Я тоже, истолять снова неплохое совпадение. Бывает. Привет, Вован, ты писал в своей книге о сексуальной энергии. Мол, если есть настрой и желание общаться с девушками, он чего-то не хватает с этой сексуальной энергией. Общение выходит не очень позитивно. Как ты сказал, нужно пойти так, трахнуть проститутку, чтобы повысить энергию? Я такого не говорил, чтобы повысить энергию, что нужно трахнуть проститутку. Ты так часто делаешь? Да, постоянно. У меня он это. Я специально переехал рядом с салоном, со шлюхами живу, чтобы прям, знаешь, это, в одном подъезде. Мужик, ты, скажем, сеешь дезинформацию здесь на канале, перечитай книжку внимательнее, может быть, это. Ты что-то недопонял, но я не понимаю, в чем твой вопрос. Вов, привет, у меня вот такой вопрос. Я, короче, начитался всякой литературой в свое время пикаперской. У меня вообще с девушками все нормально было. Я бы даже сказал, лучше, чем до того, как я познакомился с соблазнением. Ну, в общем, я начитался всякой фигни, у меня затык какой-то. Я не могу на свидании о чем-то разговаривать с женщиной. Ну, то есть, я это делаю, но у меня внутри какое-то сопротивление. Мне очень сложно его поддерживать. Уже не говоря о том, чтобы вести его эффективно. А если и получается, то обычно происходит тогда, когда расслаблено. Мне приходится прилагать какие-то внутренние усилия для этого. А хотелось бы, чтобы все этим стало проще. Потому что раньше я вообще даже не задумывался, о чем мне говорить с очередной бабой. Буду очень тебе признателен, если ты что-нибудь подскажешь. Ну, попробуй сейчас не задуматься. В чем проблема-то? То есть, я вообще не понимаю, зачем ты как бы заморачиваешься. То есть, если у тебя есть какая-то модель своя, которая работает, зачем натягивать на себя маску какого-то другого человека. То есть, попробуй не думать о том, что говорить. Попробуй ходить на свидание и сказать себе, что я буду сам собой. То есть, я буду таким, какой я есть. Не заморачивайся. Мужик, ну как я тебе посоветую? Я тебе посоветую только одно. Забудь тогда все, что ты прочитал. Твоя проблема не в этом, понимаешь? Твоя проблема немножко о другом. То есть, она о том, что ты хочешь показаться девушке максимально лучше, чем только возможно. Как и все. То есть, люди, приходящие ко мне на тренинг, они получают разные задания. Одно из них это я не альфа-самец и так далее. То есть, они все хотят, подойдя к девушке или общаясь с девушкой на свидании, максимально показать себя с самой лучшей стороны. В этом твой косяк. То есть, дело не в книжках. Дело в том, что как бы и книжки ты читал для того, чтобы улучшить свое какое-то позиционирование. Попробуй расслабиться и начать говорить с девушкой о своих косяках, о своих недостатках, о каких-то своих проигрышах в жизни. Что ты там лоханулся, тут лоханулся. То есть, ты параллельно рассказываешь и об успехах, и о прикольных каких-то вещах. То есть, где ты что-то смог, где-то показал себя как достойный мужчина. Но параллельно вставлять туда какие-то вещи, которые характеризуют тебя как не альфа-самца, не супер-мачо и так далее. То есть, ты увидишь, как ты расслабишься. То есть, грубо говоря, если коротко, задача перестать пытаться понравиться девушкам. И тогда тебя отпустят. Как долго можно не давать девушке долгожданный секс? И стоит ли вообще затягиваться с переводом в горизонтальное положение? Да как хочешь. Я сейчас встречаюсь с одной девушкой два месяца и начал с другой. Где-то полмесяца уже. Дай, пожалуйста, какие-то советы на будущее, чтобы меня не спалили. Заранее спасибо. Да не бойся, что тебя спалят, чувак. То есть, как бы я здесь занимаюсь обучением, эффективным обучением с женщинами. А не тем, как выдумать какие-то способы, чтобы тебя не спалили. То есть, я так и не очень понял сути вопроса. Два месяца с одной встречаюсь. Я не понимаю, был ли там секс, не был ли секс. То есть, вопрос какой-то некорректный. Я не понял, о чем ты спрашиваешь. Друг Шамшурин, спасибо за ценные видосы. Все работает огонь. Спасибо, Артем. Очень рад. Как быть, если после секса теряется интерес к девушке? Очень часто еще и до секса. Хотя, как человек, она может быть умной, общительной и приятной. Иногда тошнит от ситуации, когда девочка влюбляется, а ей нет. И пропадает желание общаться. Какие дашь советы? Иногда проскакивает мысль, что чем больше девушек в твоей жизни, тем сложнее влюбиться. А то и вовсе невозможно. Это ложное чувство или все, нужно что-то менять в себе в голове. Хочется найти ту самую, которую не захочется изменять и искать что-то лучшее. Ну, ищи, Александр. То есть, как бы, единственное, что я тебе могу сказать, ищи методом тыка. Да, то есть, просто я бы, наверное, посоветовал не распыляться в плане секса на всех подряд. Может быть, как бы, твоя проблема в том, что ты нарисовал себе образ женщины, которая должна быть с тобой какой-то такой прям воздушный и там максимально классный, да. В плане секса, назовем это так, подбираешь то, что тебе само в руки приходит. Вот. И как бы понимаешь, что это не то, совсем не то, что ты хотел, поэтому быстро теряешь интерес. Попробуй заниматься сексом и соблазнять именно тех девушек, которые тебе очень сильно нравятся. Пусть это будет реже, пусть это будет очень редко, да, но ты будешь видеть какую-то супер богиню и думать, да, вот эта девушка, с которой я бы, наверное, и отношения хотел построить. Ну, то есть, я считаю, как вариант, причина может быть в том, что ты распыляешься. Охранник, увидев Вову, начал пикапить с двумя блондинками. Так. Продолжаешь ли ты общение с девушками из видео или они только для Ютуба? Слушай, ну, когда как, но в последнее время я не продолжаю общение, потому что они только для Ютуба. И, как правило, самые прикольные подходы, самые прикольные какие-то знакомства случаются как раз тогда, когда камеры нет. Здесь, как происходит съемка видео, мы берем камеру, мы выходим куда-то специально поснимать. Когда ты идешь специально поснимать, ты заставляешь себя зачастую подходить к тем или иным девушкам, которые там максимально более-менее подходят под то, что нужно вам показать. Ну, это не самое прикольное. То есть, как бы, чаще всего я с ними не общаюсь в последнее время. Здорово, респект из Украины. Вопрос, я сейчас нахожусь в командировке два месяца, но есть девушки, с которыми встречался только один раз и не успел, так сказать, довести дело до конца и уехал. Но они мне нравятся. Стоит ли с ними активно поддерживать связь, чтобы не слились ли лучше уже, когда приеду, вызванивать? Я думаю, что стоит поддерживать связь обязательно, то есть, чтобы девушка не слилась, не забыла про тебя. Приветствую такой вопрос. Стоит ли начинать общаться и знакомиться с девушками, если учишься на моряка, как бы до 27-30 лет рейсы по 4-6 месяцев и найти ту самую очень сложно, которая будет ждать. Да, и к тому же это лишняя нервотрепка, отвлекает от учебы и работы. Мужик, ну это твой жизненный выбор. Я считаю, всегда стоит. И посмотрите на Ника Вуйчича, человека без рук, без ног. То есть, он женился на совершенно нормальной, красивой, здоровой девушке и родил сына или дочь, не помню кого. По-моему, сына. То есть, обязательно найдется девушка, которая будет тебя ждать, хотя я считаю, что это, конечно, героизм определенный. У меня не так давно на одном из групповых тренингов был человек, который, как бы, ходит в рейсы тоже, в море. Ну и что, он пришел на тренинг, как бы он пикапит, пока не в рейсах, то есть, он ищет свою женщину. Там где-то они в какие-то порты заходят. То есть, всегда есть смысл. Во всем всегда есть смысл. Как сделать так, чтобы девушка хотела быть только с тобой? Очень абстрактный вопрос, соответственно, очень широкий, и ты на него получишь такой же ответ. Быть для нее самым лучшим мужчиной в твоей жизни. Как это сделать? Это начинается с самого первого момента знакомства, с первой же секунды. На свидании, при вызвании, при общении, при построении отношений, при сексе и так далее. То есть, обо всем об этом мы будем говорить с тобой или не с тобой, то есть, с теми, кто придет на онлайн-тренинге. И к моим последним заключительным онлайн-тренинге по теме пикапа 20 ноября. Успевайте, ребят, стоимость тренинга повышается. Просто, то есть, я не могу здесь в формате этого видео. Мы и так 48 минут, почти 49 уже разговариваем. Дать тебе всю эту информацию. Приходи, я тебя обязательно научу. То есть, ближе к тренингу стоимость еще более повысится. То есть, сейчас тренинг стоит уже 10 тысяч рублей. Успевайте. Вопрос такой, если живешь с родителями и негде соблазнять девушек, что делать? Понятно, что надо переезжать. Но в ближайшее время как быть? Пока в голове только вариант снять квартиру. Но девушки могут спалить, что квартира не твоя. Как быть? Бля, мужик, что за бред у тебя в голове? В Москве 90% моих знакомых живет на съемном, на арендном жилье. И что? Если девушка спалит, что квартира не твоя, то что? Она скажет, фу, лох, там, я не знаю, или что. И уйдет. Ты можешь, во-первых, девушка не спросит, твоя квартира это или не твоя. То есть, как бы, ну, 90% девушек даже в голову им это не придется спросить. Во-вторых, тебе совсем не обязательно говорить, твоя это или не твоя квартира. В-третьих, если ты живешь автономно, это уже хорошо. То есть, тебе надо париться над тем, что тебе сейчас хрен знает сколько лет, да, но ты взрослый, скорее всего, уже. А ты, блядь, с родителями живешь. Вот насчет этого надо париться. Если девушка узнает, что ты живешь с родителями, она точно свалит. Сколько нужно зарабатывать для комфортного проживания в Москве? Твое мнение. Самое интересное, что комфорт, это понятие сугубо личное, да. То есть, допустим, плюс оно такое резиновое, как бы, оно постоянно растет и увеличивается. То есть, суть такая, что сегодня тебе комфортно столько, завтра ты, не знаю, там, съездил за границу, отдохнул в каком-то там месте, понял, что, блин, хочешь туда возвращаться чаще, тебе становится мало денег. То есть, ты понимаешь, что хочется больше зарабатывать, потому что я хочу чаще путешествовать. То есть, вот эта цифра, она все время растет. Я видел людей, которые на 70 тысяч рублей живут с семьей там вчетвером. Им комфортно. Я видел людей, которые тратят по 400, по 600 тысяч рублей в месяц чисто на проживание, только вот на еду, на рестораны, на фитнес-клубы, там, на одежду, на, то есть, какие-то салоны. Им этого не хватает, то есть, не знаю, что тебе сказать, как бы, это очень сугубо такой личный вопрос, то есть, ну, не знаю, на мой взгляд, как бы, то есть, понимаешь, есть расходы, есть аренда жилья там, или если это твое жилье, то этого расхода нет. Есть, может быть, там, кредит какой-то за квартиру, за машину. Это настолько индивидуально, то есть, понимаешь, что у меня есть своя цифра, которая мне нужна для комфорта, я просто ее озвучивать не буду, но могу тебе сказать, что это несколько сотен тысяч. рублей, вот, то есть, это не одна и даже не две сотни тысяч рублей. Вова, привет, скидывай свиданки с девушками, которых берешь телефон. Чувак, еще раз, по поводу свиданок, то есть, они происходят редко, это первое. Второе, для того, чтобы снять свидание технически, чтобы это было не наебалово, как у других, которые там наполнили свой интернет, весь интернет этой херней, и не подстава, то есть, нужно заморочиться. Нужно спрятать человека с камерой где-то в этом же кафе, через столик, там, а это все палится, и мы пробовали так делать, то есть, у нас были проблемы с администрацией кафе, как бы, они говорили, у нас не принято, что вы делаете, и так далее. То есть, должно быть очень много, скажем, замороча, чтобы снять свидание, как бы. Да, это круто, можно попробовать, но сейчас у меня совершенно нет ни времени, ни желания этого делать. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Ну да, я считаю, возможно, но либо это не настоящая дружба, либо если девушка тебе не нравится, физически не привлекательна для тебя, либо если у вас до этого был секс, как бы после секса вы начали дружить. Как после тренинга не потерять энтузиазм и прокачаться дальше? Расскажи свой пример. Чувак, долго рассказывайте, реально, я смотрю, у нас уже 52-53 минуты мы уже с вами общаемся. Я не знаю, если кто-то досмотрел до вот этого момента, вы уже, ребята, огромные молодцы, потому что, да потому что, как бы, значит, вам это интересно. То есть, я бы так и делал, я бы смотрел вместо фильма. Так, если после долгой френдзоны прошло много времени и решил снова подкатить к ней, как действовать? И вопросы типа, ну мы с детства знакомы, все такое. Да чувак, вызваниваешь ее, приглашаешь на свидание, то есть, начинаешь ее технично, очень плавно, мягко киностетить. Если она говорит, мы знакомы, скажи, ну что, мы знакомы, ну я понял, что, как бы, ты мне нравишься, как женщина, то есть, и так далее. То есть, как бы, есть огромное количество вариантов, как выйти из френдзоны. Сейчас об этом рассказывать не буду. Поговорим об этом на онлайне 20-го числа. Но вообще, на самом деле, сама по себе затея идиотская, я тебе скажу так. Ну, она стрёмная, она ненужная. Здарова, Иван, смотрим твой канал давно, практикуем, работаем. Где-то получается, где-то нет. Слушай, вопрос такой, собираешься ли ты делать какой-нибудь тур по странам СНГ, в частности, Киргизия? В Киргизии вряд ли. Я думаю, ты будешь здесь собрал полную аудиторию. Очень многим здесь нужна твоя помощь. И просьба, передай привет фанату твоего творчества, человеку, который ты мотивируешь. Его имя Санжар Чиныбаев. Буду благодарен. Санжар, тебе большой привет. Из Москвы, от Шамшурина. Смотри, насчёт, вот тут Роман спрашивал, как после тренинга не потерять энтузиазма и прокачиваться дальше? Расскажи свой пример. То есть, как бы тренинг, как правило, он даёт такой мощный толчок, мощный пинок. То есть, и самое главное, потом на этом толчке, на этом пинке, как бы продолжать вращаться, то есть, не останавливаться. То есть, практиковать постоянно. Начать читать книжки. Начать ходить на другие тренинги. Заниматься спортом. Прописать, поставить себе цели, начать к ним стремиться. Начать общаться с девушками. То есть, как бы тренинг открывает для тебя мир. Ты жил вот как-то вот так, вот скучно, однообразно. Тут бамс. То есть, и тебе дали инструменты, которые позволяют тебе настолько повысить своё внутреннее состояние, и ты начинаешь реально кайфовать от жизни. То есть, ты начинаешь понимать, что вещи, которые для тебя были недоступны до тренинга, становятся для тебя доступными. Повышай качество этих вещей. Качество девушек, уровень девушек, качество и уровень мест, куда ты ходишь. То есть, начни развиваться психологически и физически, духовно, морально, материально. То есть, это же круто. Развить это круто. Просто многим не хватает какого-то прям такого, раз, чтобы им помогли крутануть этот ржавый маховик. Как не потерять энтузиазма? Найди себе единомышленников, тех парней, с которыми ты будешь вместе тусоваться. То есть, ту тусовку, которая будет тянуть тебя наверх. Как обыграть манипуляции? К примеру, выставляет виноватым. Чувствую вину и общаюсь уже с позицией снизу. Ну, Паша, надо более конкретизировать твой вопрос. Я тебе конкретно отвечу каким-то определенным примером. Не общайся с позицией снизу. В чем проблема? То есть, как бы, проблема не в том, что она тобой манипулирует. Проблема в том, что ты позволяешь самому себе на эти манипуляции вестись. В этом весь косяк. То есть, ты, скажем, ты зависим от этой девушки, скорее всего, довольно сильно. И поэтому ты на эти манипуляции ведешься. И у тебя нет выбора. То есть, ты понимаешь, что если эта девушка сольет тебя, уйдет от тебя, то ты будешь долгое время искать другую там и так далее. То есть, а это, соответственно, вызывает позицию снизу следственно. Почему девушкам нравятся плохие парни? Бля, мужик. То есть, вот именно об этом я буду говорить прямо на первом занятии. Я буду рисовать тебе морских котиков, там, социальную пирамиду. Парней с плюсами, парней с минусами. То есть, я тебе расскажу про инстинкт. Почему девушка хочет инстинктивно получить самый сильный ген от самого сильного самца. То есть, соответственно, плохого парня, который разрешает себе делать то, что не разрешают другие. То есть, это тема целого занятия, целого отдельного вебинара. То есть, приходи на онлайн-тренинг, я надеюсь, что ты уже записался туда. И там я тебе об этом подробно расскажу, ты все поймешь. То есть, нужно менять полностью свою философию. Как некоторые спрашивают, какие-то отдельные вещи, что написать, что рассказать. Ребята, это все фигня. Если в вашей голове философия с позиции снизу, общение с девушками, то ничего не изменится. Как сделать так, чтобы у девушки не пропал интерес к теме отношений. Посмотрите на моем канале видео, которое называется «Как не потерять любимую девушку». Известно, что у девушки, которая мне нравится, есть ухажер. То есть, пока они не встречаются. На предложение сходить куда-нибудь девушка говорит «Как-нибудь в другой раз». «Как грамотно обработать ответ так, чтобы согласилась на мое предложение и в дальнейшем переключила свое внимание на меня». Михаил, смотри, еще раз. Тебе нужно полностью поменять свою философию. То есть, от того, что я тебе сейчас расскажу, как именно сделать, чтобы она переключилась на тебя, ну, переключится, ну, сходит она с тобой навстречу. Но это не значит, что девушка дальше будет твоей, если ты будешь не знать, что с ней делать. Это маленький конкретный вопрос, который не решит твои ситуации. «Как грамотно обработать ответ, чтобы согласилась на мое предложение и в дальнейшем». То есть, тут не только ответ, тут, знаешь, тут все. Тут совокупность качеств и черт. Это твоя сексуальность, это твоя невербалика, это твоя вербалика. Это то, как ты говоришь, это то, как ты себя ведешь, это то, как ты себя проявляешь. Здесь вот как бы, если ты думаешь, что просто дать тебе одну фразу, она все изменит, ни хрена ничего не изменится, поверь мне. И ухажеры могут появиться в жизни твоей девушки на любой стадии, даже когда ты с ней уже будешь встречаться. Обязательно может появиться какой-то мужик, который причем финансово успешнее, чем ты, там, может быть, более накаченный, более красивый, более разговорчивый. И у тебя будет риск потерять свою женщину. Поэтому для того, чтобы этого риска не было или уменьшить его до минимума, тебе нужно прокачиваться, как бы, не слышать ответ на какой-то конкретный вопрос. «Возможно ли переиграть роль, если уже в общении ты ведомая, она ведущая?» «Да, Паша, возможно». Шамшурин в Нью-Йорке. «У меня такой вопрос из десяти подходов, сколько нужно взять номеров девушек, чтобы это считалось нормальным, удачным днем?» Чувак, нет понятия нормальности. Если ты подаешь к десяти толстым, некрасивым женщинам, возьмешь десять номеров и не знаю, будешь ли ты доволен. Самое главное, чтобы ты был доволен и счастлив. Ты можешь взять один номер, но у такой девушки, с которой ты потом будешь крутить какой-то роман, то есть, чувак, это большая ошибка думать, что смысл пикапов в том, сколько количества номеров ты соберешь за день. Номера здесь вообще ни при чем. То есть, и вот эти пикаперы, горе-пикаперы, которых я вижу, которых учат другие тренеры в кавычках, такие же горе-тренеры, как эти горе-пикаперы, которые бегают по манежке, и девушка говорит, «Вот, вы тут собираете номера». То есть, такое ощущение, что человек, у которого больше номеров, он самый крутой чувак. Причем, если эти номера вообще? Номера – это не суть пикапа и не цель пикапа. Нормальным, ненормальным, не знаю, нет понятия нормальное, ненормальное. То есть, если у тебя десять номеров из десяти, но при этом тебе не с кем сходить на свидание, это же херня. Почему нету ответов? Вот тебе ответы, мужик. Вова, а если женщина говорит, что ей ехать до места первого свидания, первое свидание далеко, ты приезжаешь к ней, ну, старайся выбрать какое-то нейтральное место. Вопрос, Владимир, спасибо огромное тебе за то, что ты делаешь, купил твою книгу с флешкой, все по ней сделал, подходы получаются. Я даже не думал, что это реально так легко может быть. Подхожу, уже не испытывая страха. Все на позитиве. Вот, три дня назад познакомился с девушкой, она мне очень нравится. После первой встречи мы поехали на съемную квартиру, и три дня просто не вылезали из кровати. Но вот в чем дело-то? Она во время секса просит, чтобы я сделал ей больно, и ей хочется глубокого, грубого секса. А я, наоборот, люблю очень нежный секс. Мы поговорили об этом, и она мне очень сильно открыла свою душу. Мы вообще с самой первой встречи общались так, как будто знаем друг друга уже давным-давно. В общем, она мне рассказала о своем детстве. У нее не было родительской любви, ее Биллу унижал в детстве отец. Биллу унижал отчим, даже, как она рассказывала, таких унижений даже в тюрьмах нет, наверное. Ее избивал бывший муж. Потом она попала в детский дом, где тоже ей было очень нелегко, и она мне признала, что со мной чувствую себя маленькой девочкой. Она где-то час лежала у меня на плече и плакала, рассказывая о своем прошлом. Владимир, я чуть сам не расплакался, когда пока слушал это все. Я думаю, что даже самый черный черствый человек бы расчувствовался. Она, правда, очень хорошая девушка, мне очень нравится. Она сказала, что никогда не испытывала такой нежности, как со мной. Вот и я думаю, может ли что-то она просит жесткости во время секса быть связано с ее прошлым. Может, она таким образом подсознательно пытается вернуться в детство. Владимир, помоги советам, очень хочу построить отношения с этой девушкой. Смотри. Да, однозначно. Нет, во-первых, всем девушкам нравится жесткий секс периодически. То есть это не значит, что нужно заниматься сексом только жестким. Ты сегодня можешь быть с ней мягким, завтра можешь быть с ней жестким. То есть все девушки в той или иной степени любят жесткий секс. Это факт. С другой стороны, скорее всего, есть и влияние родителей. Но я тебе так скажу, что ты должен быть с ней разным. То есть если ты будешь ей давать только няшности, будешь с ней нежным, ласковым и так далее, все круто, но она может утерять к тебе интерес. Поэтому тебе придется быть с ней разным. Но вообще, в принципе, есть вероятность того, что эта девушка будет притягивать к себе дальше мужчин, которые ее будут бить и плохо к ней относиться. Если ты таковым не являешься, может быть, такая вероятность есть, что эта девушка неосознанно утеряет к тебе интерес и уйдет от тебя к какому-нибудь будлану, который будет ее пиздить. Поэтому, чтобы такое не произошло, я бы вам рекомендовал вместе пойти к какому-то хорошему психологу, к хорошему психотерапевту. Ну вот, в частности, я могу Макса посоветовать, потому что мы с Максом работаем давно. Либо у меня еще есть такая Алла психологичка, очень крутая, очень крутая психолог Алла. То есть, смотри, как бы эту ситуацию надо проработать, потому что она может, я еще раз говорю, обернуться боком, что девушка потеряет тебе интерес и ее неосознанно потянет к какому-то мудаку, который будет к ней плохо, грубо относиться. Какой тупой развод. Да, отлично. Я тоже в Сталиате знаю эту девушку. Послушай, дружище, ну реально, даже если девушка дала телефон, неужели она потом обязательно даст? Нет, но это же абсурд. Зачем пацанам, которые хотят брать телефон и портить девушек и разочаровывать их в мужчинах? Не греши, брат, оставь это занятие. Отлично, я услышал тебя. То есть, если в твоей картине мира... У меня вообще нет понятия, дала, не дала. У меня есть понятие, взял, не взял. То есть, во-первых, это в твоей картине мира даст, не даст. Если ты берешь у девушек телефоны, и они тебе потом не дают, как ты говоришь, ну как бы это твоя картина мира, я тебя поздравляю. Оставь это занятие. То есть, ты мне предлагаешь перестать заниматься пикапом или перестать заниматься обучением мужчин саморазвитию. Ну, к сожалению, я тебя огорчу и скажу, что я не оставлю это занятие. Не знаю. Не знаю, что тебе еще ответить. Вова, респект тебе. Знаешь эту девушку. Ну, знаешь, ради бога, братан, я что теперь должен сказать? Ой, извините, что я у нее телефон взял или что? Эта девушка как бы приехала в Москву, как и все девушки из Тольятти, приехавшие в Москву, чтобы найти себе какого-то успешного, богатого московского чувака. Пока ты там сидишь у себя в Тольятти и думаешь, там дала, не дала кому-то, то есть, она здесь как бы занимается тем, чем она должна заниматься. Она ищет себе мужчину, как бы, и будет трахаться с успешными парнями, как бы, в надежде построить с ними семью. Вова, респект тебе за то, что ты делаешь, за твои видосы, мотивации. Есть ряд вопросов. Что ты планируешь делать в следующем году в плане онлайн-обучения? Там уже планируешь давать более серьезную информацию, чем просто как начать подходить, брать номера. Да, у нас будут глубокие темы, более взрослые, более глубокие. Соответственно, это будет больше направлено на психологию, на саморазвитие, на каких-то взрослых мужчин, на отношения. И так далее, то есть, как-то так. Как обработать женские возражения, когда она говорит, что я, типа, не на свалке себя нашла, чтобы спать на первой встрече, да и ты тоже не на свалке же. Ну, то есть, смотри, вариантов может быть огромное количество. Ну, например, можно было сказать, слушай, наслаждаться жизнью и делать то, что хочется, тем более, если я валю все на себя. Это моя вина, это я к тебе сейчас как бы пристаю, да, там, я сейчас тебя трогаю. Я тебе делаю приятно, а не ты. Наслаждаться жизнью никак не связано с тем, что ты нашла себя на свалке. Делать то, что хочется, это что значит, что ты нашла себя на свалке? Нет, то есть, это наоборот очень круто. На свалке себя нашли люди, которые не позволяют себе получать удовольствие от жизни. То есть, там очень много можно чего рассказать. Как относишься к медитации, практикуешь ли? К сожалению, практикую редко лень. В прямом смысле лень. Хотя это очень крутая практика, отношусь крайне позитивно, положительно. Даже просто обычные медитации, слушать свое дыхание или там медитации, которые описаны в книжке Экарда Толли, осознанность. То есть, это очень круто, это очень круто работает. Планируешь ли давать мастер-классы по другим городам, помимо Москвы? Да, планирую, но уже после Нового года. Как думаешь, стоит ли возвращаться к девушкам, с кем в свое время не вышел секс и пытаться соблазнять их? Если хочешь, можешь попробовать. Но опять же, всегда есть другие какие-то новые красивые девушки. То есть, зачем? Вова, привет, мне 17, я учусь в старших классах, сообщение с девушками, все нормально. Правда, часто становится очково, но я не показываю. Нравится девушка, которая меня не знает. И есть какое-то желание и возможность познакомиться и завести отношения. Сам понимаешь, что с одной стороны это новое и классное, но потом думаешь, что кому это надо? И это трата сил и времени. Стоит ли мне сейчас начинать знакомиться хотя бы ради преодоления страха и ощущений? Или заняться саморазвитием и так далее? Очень круто будет, если ты ответишь. Ну, конечно, стоит, однозначно стоит, потому что это, опять же, это абсурд, когда люди думают, вот сейчас я не буду знакомиться, не буду строить отношения, не буду искать себе девушку. Вот когда у меня будет то-то и то-то, когда я закончу школу, институт, когда я устроюсь на работу, когда то-то, когда квартира будет своя или не своя, или пятикомнатная, или десятикомнатная, когда я накачаю мышцы, когда выучу английский. Это абсурд. Жизнь сейчас идет, здесь и сейчас. И я тебе так скажу, ты можешь никогда не развиться, не накачать мышцы, не выучить английский и так далее. То есть может так случиться, что завтра на тебя упадет метеорит, а ты просто так и не пожил. Поэтому всегда нужно начинать с тем, что есть сейчас. Это вообще ошибка, когда парни все время чего-то ждут, говорят, потом я начну. Это самообман. Потому что потом будет другая причина, по которой ты также не начнешь. Вова, хотел бы услышать от тебя ответы на следующий вопрос. Могу подойти пообщаться с девушками при моей семье и их друзьях. Но когда находишься с ними на отдыхе, причем в компании нету подходящего соратника, бывает, что 2-3 подхода результатов не дают. И как-то неправильно подходить постоянно к девушкам, например, когда вы все вместе прогуливаетесь по городу. В общем, как найти удобный момент знакомства с девушками, как это преподнести семье и их друзьям. Бля, мужик, ну вот я сейчас не буду тебе это рассказывать, хотя технологий очень много. Потому что уже час десять мы разговариваем. Я проходил тебя групповой, после этого где-то год был сильно одержим пикапом и мыслями о подходах к девушкам. Сейчас понял, что для меня есть цели намного важнее, чем девушки. И существенно отпустил ситуацию, хотя все еще беспокоит отсутствие девушки, девушек и постоянно секса в моей жизни. Вопрос. Как найти баланс между развитием по общению с женщинами и другими сферами? Как сделать так, чтобы постоянно не беспокоила мысль отсутствия женщин и секса переключиться на другие цели? Страх подхода существенно исчез. Есть только на данный момент косяки с заинтересованием и доведением дела до секса. Блин, мужик, ну если ты проходил у нас группу, напиши в личку, поболтаем по скайпу или по телефону. Мне будет проще тебе отдельно все это рассказать. Вопрос. Ситуация. Едут две крутышки в метро. Высокие, стройные, явно спортом занимаются. С лицом все в порядке. Одна зацепила, другая нет. Подойти пообщаться не проблема. Проблема в том, чтобы взять телефон у той, которая понравилась. Ну типа не обидев другую. Отойти в другой угол. Ну понятно. Смотри еще раз. Эта информация. Так. Очень надеюсь, что ты суть проблемы буквы вышел перед этой та. Особенности при знакомстве, если я знакомлюсь. Смотри еще раз. Я не буду сейчас рассказывать всю секретную информацию с тренингов. Но все очень просто. Девушек надо разделять. Можно, конечно, и не разделять. Но твоя проблема в том, что ты считаешь, что если ты возьмешь у девушки, которая тебе нравится, телефон, а у той, которая не нравится, ты ее тут чем-то обидишь. Слушай, эта жизнь, братан, ты не виноват в том, что другая тебе не нравится. То есть, когда тебя сливают девушки, они не думают, что они тебя чем-то обидели. Тут вопрос в том, что тебе надо проработать это состояние. То есть, тебе нужно сделать определенный ряд упражнений, которые позволят тебе избавиться от чувства вины. То есть, которые даст тебе понять, что у тебя есть право выбора. Ты как мужчина делаешь то, что ты хочешь. Выбираешь вот эту, вот эту не выбираешь. Для этого есть определенные упражнения практические, которые нужно сделать. Эти упражнения мы будем делать на онлайн-тренинге 20 ноября. Я не могу сейчас здесь и не буду, и не хочу выдавать свою секретную платную информацию, которую я даю на тренингах. Потому что люди, пришедшие ко мне, заплатившие за это деньги, вложившие какое-то время, приехавшие из другого города на тренинг, например. То есть, они получают эту информацию как бы на каких-то условиях. То есть, им будет неприятно, почему я раздаю эту информацию потом на халяву всем подряд. То есть, братан, извини, но как бы работай над состоянием, если коротко, такой ответ. Что если мне 24 года, а мне нравятся только девушки моложе, 17 лет, другим вообще не подхожу. Это нормально? Ну, не знаю. Наверное, да. Стоит ли переезжать из Самары в Москву? Я считаю, что стоит. Но, опять же, везде можно жить хорошо. Вова, расскажи про технику ближе дальше, основные аспекты. Думаю, всем будет интересно послушать. Как-нибудь в отдельном видео я про это расскажу. Привет, Вова, познакомился с девушкой, 21 год. Очень классно, я сказал, что есть парень, встречается, блин, но все пришлось и нет новых эмоций. Но все пришлось, приелся, нет новых эмоций. Взял номер под предлогом просто встретиться, пообщаться. Встретился три раза в кафе. На все попытки обнять, поцеловать, отмораживаться. Убирает руки, отворачивается с фразами. Ну, это ни к чему. Тема, что со мной она весело общается, а потом все, ее трахает, ее парень как-то не очень устраивает. Вообще не устраивает. Моя первоочередная цель общения, естественно, хочу с ней секса. Но как правило действовать в такой ситуации, не знаю. Подскажи, пожалуйста, что делать. Слушай, ее надо возбуждать. Я могу тебе сказать, что есть один большой плюс. Девушка уже три раза приходит к тебе навстречу. То есть твоя проблема в том, что когда ты пытаешься с ней сблизиться, она дает тебе, естественно, выдает тебе какие-то свои женские возражения и проверки. Складывает в себе ответственность. То есть тем более есть ситуации, в которой есть парень якобы. А ты просто не, ну, как бы у тебя не хватает опыта и знаний это преодолеть. То есть, как бы здесь, ну, есть определенная, скажем так, методика преодоления женских возражений и, как бы, и киноэстетики. По поводу киноэстетики, как плавно трогать. У меня есть, как бы, видеокурс, который мы недавно записывали. Семинар в Питере. И киноэстетика. Я подарю каждому участнику онлайн-тренинга этот курс. Там показано, как трогать девушек, начиная со знакомства, заканчивая свиданием. Все в деталях. Вот. Что тебе сказать? Ну, как бы, самое главное, чтобы ты понимал, чтобы я сейчас не рассказывал тебе подробности, потому что я, ну, не буду в формате этого видео их рассказывать. То, что девушка приходит к тебе третий раз на встречу, неважно, там, дает она себя трогать или не дает, но, может, у нее какие-то тараканы там свои и так далее. Твоя святая обязанность с ними как-то, с этими тараканами взаимодействовать. Это уже хорошо, это значит, что у тебя есть шанс. Но если ты сейчас будешь тупить и не будешь сближаться с ней в физическом плане, в плане секса, как бы, в последующие свидания, то каждое последующее свидание может стать для тебя последним. Вова, такой вопрос. Ты говорил, если девушка в детстве себе нашел геморрой, но все же как перейти к этому с девушкой, которая не познала такой радости в жизни? Да, мужик, то же самое, просто ты должен понимать, что есть ответственность, как бы, ты будешь ее первым мужчиной, и поэтому тебе надо сделать все хорошо и качественно. Если мне 25, я девственник, что делать? Бля, мужики, ну застрелитесь, как бы, ну что делать, в 25 ты девственник, уже подходил раз 10, но все безуспешно. То я косячил, то просто девушки отшивали периодами депрессии, плохо на душе. Чувак, 10 раз это мало. Смотри, как бы, блядь, я сходил в качалку 10 раз за год, потягал там пустой гриф, а потом через год я прихожу к тренеру и говорю, какого хуя, уважаемый, почему у меня нет мышц, почему я не накачался, потому что это мало. Что делать, если ты подходишь, хорошо коммуницируешь, а от девушки нет реакции? Значит, заинтересовывай ее, выводи ее на эту реакцию. То есть, у тебя было видео, и ты рассказывал, что делать, если девушка с мамой, а что делать, если девушка с отцом? Или принцип тот же? Принцип всегда тот же, как бы, научись коммуницировать. Привет, Вова, такой вопрос. Как быть в той ситуации, если на протяжении общения с девушкой, к примеру, месяц, ты не особо показал свое намерение сделать с ней отношения? Учимся в одном институте. Она вроде бы испытывает ко мне близкую симпатию, ревнует меня к другим девушкам и говорит, что такого у нее не было ни с кем. Но иногда отталкивается фриртура с другими парнями, иногда начинает разговаривать про бывшего парня, общаться с ним. Помоги разобраться, помогает ли техника ближе дальше? Мне кажется, это бывает часто. Бля, чувак, ты так заморачиваешься, какая техника ближе дальше? Забудь про эту херню. Я так понимаю, секса не было. Возьми и пригласи девушку на свидание. Заинтересуй ее собой. Займись с ней сексом. Потом еще раз. То есть и так далее. Как бы ты не предпринимаешь никаких особых попыток, чтобы с ней сблизиться. Ты с ней общаешься так же, как и все. И она такая с одним пофлиртует, с другим пофлиртует, с третьим пофлиртует, с бывшим своим там созванивается. Потому что ты для нее такой же, как и все. То есть все что-то, блядь, вокруг нее вот так вот скачут, бегают, а взять ее не могут. Значит, зайди дальше всех. Возьми, блядь, пригласи ее на свидание и займись с ней сексом. И она будет твоей девушкой. Причем есть ближе дальше? Это все какая-то херня. Ты можешь, блядь, еще полгода делать ближе дальше, в то время как какой-нибудь умник найдется, такой как я, например, подкатит к ней и на первом же свидании затащит ее в постель. А потом она в него влюбится и у них будут прекрасные отношения. А ты будешь все сидеть и думать про какую-то технику ближе дальше. Почему ты не снял видео с фастом? Чувак, потому что не снял. Как ты себе это представляешь? То есть я иду с камерой просто перманентно 35 часов в сутки, вижу девушку и как бы что? И вот так вот, блядь, вот это все снимаю или что? Что, чувак? Не знаю. Привет, Вова, обязательно прочитай, это важно. Смотрю тебя, часто получил твою книгу в подарок, что было очень приятно и круто. Спасибо тебе за твой труд, за твой вклад в мое развитие с женщинами. Благодаря тебе я позволил себе знакомиться с девушками, на которых с открытым ртом смотрят другие. И как же приятно замечать их завистливый взгляд. Чувствую себя в такие моменты счастливым. Отлично, Тимур. Но каждый день меня беспокоит то, что в 21 год я упустил возможность развития своего тела. Хоть и всю прожитую жизнь занимался боксом, дзюдо, что дает мне уверенность во многом. Меня беспокоит то, что в 21 у меня было мало женщин. И то, что мое тело далеко не от идеала. Ответь, важно ли тело при соблазнении и важна ли национальность. Ведь часто знакомиться не получается, когда девушка видит, что я грузин. Спасибо вам. Грузин, жопа резин. Слушай, грузины вообще офигенные парни. У меня есть друзья грузины. У меня есть Гоча такой. Офигительный друг грузин. Гоча Вахтангович, если ты меня видишь, тебе большой привет. Грузинам девушки относятся хорошо. Это еще с советских времен, могу тебе сказать. Могу тебя успокоить. Твоя национальность здесь ни при чем. Что значит мне 21 год, и у тебя что, жизнь закончилась? Иди в качалку, не знаю, что. То есть ты занимался спортом, все круто. То есть ты себе какую-то хрень придумал. У меня в 21 было мало женщин. Блядь, у меня в 21 тоже было мало женщин. И что теперь? Моё тело далеко от идеала. Чувак, ну вот тебе стимул. Запишись в тренажерку, похудей. Накачай пресс. То есть, как бы, это первое. Второе, как бы, тело, да, очень важно. Очень важна внешка. Очень важна, как бы, ухоженность. То есть, прическа, там, одежда, шмотки, осанка и так далее. То есть, это все очень важно. Но не менее важно, и даже, наверное, еще более важно, когда у тебя внутренне все прокачено. То есть, ты можешь быть красивым, неотразимым. Но если внутри ты, блин, слабый и общаешься с женщиной с позиции снизу, то лучше уж быть внутри прокаченным. То есть, ты боксер, там, ты спортсмен, ты дзюдо занимался. Значит, это значит, что внутри у тебя есть стержень. У тебя есть сила духа. Вот это нравится девушкам, как бы. Нет никаких проблем. У тебя вообще нет проблем, и ты ее придумал. Мне 21 год, у меня было мало женщин. И че? Мне 33 года, как бы, я не был женат. И че? Или там, мне 33 года, я езжу на Ауди, а не на Бентли Континенталь. Я не знаю. Как бы, это все херня, мужик. Владимир, ты настоящий, реально клевый мужик. Ты хочешь помочь своими зрителями. Кто считает, что это уринотерапия, да вы долбоебы смотрите. Было много разных штук прикольных с девушками, та-та-та. Я не знаю, та-та-та. Че-то какой-то большой вопрос, мужик. Нет такое, кто направит. Опытного наставника, вот и спрашиваю. Так, подожди, ну я не понял, в чем суть вопроса. Второй проиграл от этих, так-так-так. Не львенок, но и не лев. Нравлюсь девушкам как личность, что развить в себе и как. Да развивайся, Давид. Вот, я вот просто тут смотрю, все многое понаписано. Первый у нее очканул, второй парк очканул, три звала к себе. Не поехал, типа, далеко и поздно. Не знаю, как развить в себе наглость или стержень, как правильно назвать это, не знаю. Мужик, но... То, что ты не поехал к ней, просто засал результат, грубо говоря. Это как бы страх успеха, так называемый. Насчет не доводил дел до конца, это не потому, что ты по жизни не можешь чего-то там довести до конца. Это потому, что с девушками есть какой-то определенный страх, у тебя просто нужно о нем поговорить более детально. Распиши какую-нибудь ситуацию более детальную, мы о ней поговорим. Как девушки реагируют на человека с обручальным кольцом? Не проводил ли ты такой эксперимент? Да, чувак, реагируют более негативно, сразу скажу. Расстался с девушкой, но часто с ней встречаюсь и занимаюсь сексом с ней. По дружбе, что ли, получается регулярно, причем, что она нашла себе уже другого молодого человека, все равно встречаемся с ней. Стал замечать, что после секса с ней как-то не хочется мутить с новыми девушками, будто удаляю с ней жажду и все. Блин, может прекратить это или грех от такого варианта отказываться. Мне это доставляет удовольствие. И второй вопрос, как правильно отшивать стремных девушек? Не могу обидеть и резко отрубить. Плеется стремная, каждый день пишет, звонит, зовет сама на свидание. Скажи, что у тебя есть девушка, как бы она не будет звать на свидание, может быть. А насчет той, я не понимаю, люди, зачем вы расстаетесь, если вы продолжаете трахаться? Может быть расставаться не надо? Или что, вы как бы страсть есть, а характером не сошлись? Может быть по этой причине? Ну это тоже отдельная ситуация, ее надо разбирать. То есть как бы либо расстаешься совсем, если тебя это парит, либо попробуй сойтись и попробовать снова построить эти отношения. И девушку я твою не понимаю. Если она нашла себе другого, зачем она с тобой трахается? Что приготовить девушке на завтрак? Чувак, ну не знаю, что-нибудь приготовь. Встречаюсь с девушкой уже недели 2-3, целуемся, гуляем, приезжала домой, но не дала. Но чувствую, что что-то для нее это все игра и не часто, ничего серьезного. Начинаю западать в нее, останавливаюсь, становлюсь слабым, чувствую, что подруга может в любой момент слиться. Что делать? Чувак, ну опять, что делать? Вы все хотите получить от меня информацию, которую я даю на тренинге. То есть не потому, что мне ее жалко здесь или что она стоит денег. Потому что это не просто вот так, что делать, вот сделай это, это и это и все будет. Чувак, тебе надо поменять философию. Бля, девушка была у тебя дома и не было секса, это только твой косяк. Не, не дала, это ты прощелкал клювом. И есть вариант, что она больше тебе и не даст. То есть как бы, бля. Чуваки, меняйте философию. Приходи учиться, я тебя научу. То есть не будет таких вопросов. Но потому что я не могу отвечать вот больше на вот эти конкретные вопросы. Я тебе скажу, как ей присунуть, она тебя бросит через неделю. Потому что ты как бы тупанул, ты общаешься с позицией снизу, ты боишься, что в любой момент может слиться. То есть все твои страхи, они только от того, что у тебя нет других женщин, у тебя нет выбора. У тебя нет внутри ощущения того, что я могу сейчас пойти выбрать любую. Вот от этого все твои страхи. Это постанова, если есть реальный опыт съема с улицы или в ТЦ, но лохи ведутся. Да, Сергей Дворников, такие как ты лохи, точно на это не поведутся. Постанова это твоя жизнь. Если для тебя обычное знакомство с девушкой является постановой, я тебе искренне, просто искренне не завидую. Живи в своем сраном узком мирке и считай, что вот как бы люди, которые добились чего-то в жизни, это вообще неправда. Это постанова, блядь. Не постанова это работать как ты там за 20 тысяч рублей и ебать какую-нибудь толстуху. Вот это не постанова. Привет, меня зовут Илья. Вопрос. Когда не было денег совсем, не было проблем с тем, где найти женщину на одну ночь и даже для отношений. Всегда девушки сами платили за себя и даже иногда за меня. Не считаю, что это хорошо, но я чувствовал, что им от меня точно не деньги нужны. Прошло 4 года. За это время я выпуск по карьере и стал зарабатывать 150-250 тысяч рублей в месяц. Могу себе много позволить. Но почему сейчас девушки со мной общаются только из-за денег? И я это явно вижу. Потому что ты сам себя так позиционируешь, мужик. Стопудово не могут они только из-за денег с тобой общаться, если ты будешь себя правильно позиционировать. Одно время даже играл такого же нищего, амбициозного студента, чтобы найти нормальную женщину для отношений. Но женщины резко меня отсекают, когда я им отказываю в вопросе заплатить за них. Чувак, это нормально, когда мужчина платит за женщину. А если ты зарабатываешь деньги, если ты нормальный, достойный, то есть любой уважающей себя женщине хочется найти мужчину, который будет ее содержать. И это нормально. Мне 27, видимо, уже и возраст дает себе знать. И женщина не может понять, как это так, что я ничего не добился. А когда сливают деньги, девушка готова все для меня делать. Но меня такие потребительские отношения не устраивают. В моей картине мира мужчина, женщина, партнер и не потребитель. Только так вижу долгосрочные отношения. Что можешь посоветовать? Ну, Илюха, напиши мне в личку, поговорим об этом отдельно. Но, как бы, я считаю, ты не прав. Вова, привет. Привет, Вова. Я считаю себя, конечно, далеко не потерянным в общении с девушками. Ориентируюсь в различных ситуациях и везде привык искать какое-то объяснение происходящим. Ошибка всех мужиков. Но как можно объяснить то, что я могу заняться сексом с той или иной девушкой без особых проблем, а вот влюбить ее в себя не могу. И так уже не первый раз. Почему любить не хотят? Значит, ты вызываешь где-то больше сексуальный интерес, но нет доверия, нет интереса к тебе как к мужчине, нет эмоций. То есть, значит, есть какие-то косяки вот именно в этих аспектах. Ребят, я вот заторопился. Какой-то болт пишет этого лоха, реально кто-то смотрит. Ну, раз этот болт здесь что-то написал, значит, наверное, уважаемый болт, ты, наверное, меня и смотришь. Вот. Так. Ну, давайте, здесь осталось прям совсем немного вопросов. Сейчас. Потому что мне уже прям бежать надо. Так. Вова, привет! Знаю, что будет много вопросов, поэтому буду краток. Суть в том, что, чтобы подойти к девушке, уходит от пары до десятка минут на борьбу с самим собой. Хотя, когда подхожу, спокойно общаюсь и никакого сильного дискомфорта не испытываю. Невозможно, что из этого общения получится. Вообще вопрос в том, что как быстро преодолевать, так скажем, это расстояние от пункта А до пункта Б. Заранее спасибо. Мужик, ну, опять же, конкретизируй, что значит для тебя от пункта А до пункта Б. Подойти к девушке или что, я не очень понял. Привет, Вова, я считаю себя, конечно, далеко. Та-та-та. По поводу трахаться хотят, любить не хотят, надо разбираться, мужик. То есть, да, значит, соответственно, кроме сексуального интереса, ты у них ничего не вызываешь. Почему? Надо смотреть. Должны быть эмоции, разные эмоции, да, то есть, как бы, не только то, что ты мачо. Должно быть доверие, должно быть с тобой интересно, как с мужчиной ты должен быть разносторонним, разнообразно развитым. Вова, вопрос для рубрики. В общем, накидаю варианты универсальной признакомости, когда две подруги сидят на лавочке. Одна, само собой, страшная, вторая, огонь. Ну, это не всегда, само собой, во-первых. Подходишь, знакомишься к той, что понравилось, ее подруга включает там и так далее. Да, это называется на моем жаргоне синдром ущемленного яйца или синдром подружки. Как обрабатывать синдром подружки? Есть пара-тройка вариантов, о которых я расскажу 20 ноября на своем онлайн-тренинге. Я не буду здесь раскрывать этот секрет, мужик, извини. Спасибо за советы, делаю на практике, реально помогает. Заебал Шамшурин, мне похуй, жизнь говно, мы умрем один хуй. Это был вопрос, это не я ругался. Здорово, Вован, вопрос такого характера. Когда на твоем горизонте замаячила девушка, которую ты уже готов воспринимать как свою женщину на всю жизнь, со всеми вытекающими, то обращаешь ли ты внимание на сочетаемость по гороскопам и годам рождения? Восточному календарю я сам козерок. Короче, чувак, я считаю, что это херня. Не заморачивайся. Я сам козерок, как и ты. И сколько раз замечал, что с определенными знаками всегда идет как по маслу, а с другими на ножах. Стараюсь строить свои отношения, несмотря ни на астрологию, ни на эзотерику. Но все же, когда анализирую прошлое отношения, все именно складывалось так. Как вещает гороскоп. Особенно все показательно складывается в векторном гороскопе Кваши. Чувак, ну, это такое самосбывающееся пророчество. Если у тебя один раз не срослось с какой-нибудь девушкой-стрельцом, это не значит, что, сука, дело в том, что она стрелец. Вот я убежден именно в этом, если тебе нужно мое мнение. И потом ты начинаешь думать. То есть ты видишь девушку, она красивая, она прикольная. И ты такой, блин, короче, она стрелец. И ты начинаешь уже бессознательно думать, что у вас ничего не получится, и у вас ничего не получается. То есть это такой вот замкнутый круг. Самосбывающееся пророчество. Поэтому не заморачивайся. Забудь про эти гороскопы. Ну их нахер. Вот это мой тебе совет. Как ей звонить после того, как взял ее номер? Чувак, по телефону. Вова, привет, я стесняюсь своего имени. При знакомстве с девушками возникает некий дискомфорт, потому что они всегда переспрашивают мое имя. И, соответственно, общение не клеится. Я думаю, что мое имя Восточная Внешность мешает мне знакомиться. Как решить эту проблему? Имя менять не буду с уважением Шамши. У тебя имя Шамши. Почти как моя фамилия. Братан, ты больше паришься на самом деле. Будь классным мужиком, понимаешь? Как тебя зовут? У меня разные клиенты были с разными именами, с разной внешностью и так далее. Им это не мешало получать какие-то результаты, проходить мои тренинги и получать то, что они хотят от девушек. То есть, как бы, ну если ты имя не будешь менять, тем более, да прими ты себя. Нормальное у тебя имя, чувак. У тебя же имя не Рахматунда Джон там какой-нибудь там и так далее. То есть, у тебя имя не Ахпан Тукпан Турар Кожа и Бадула Улы Джанбеков, блядь. У тебя нормальное имя, братан, не парься. И по поводу внешности тоже, ну, как бы, да, московские девушки, они европейские, российские, русские, славянские, они, может быть, на восточных парней реагируют чуть хуже. Но это не значит, что, как бы, нельзя увидеть на улице пример того, как девушка красиво идет с парнем там восточной внешности. То есть, это только в твоей голове. То есть, это те данные, которые тебе даны. Это те данные, которые ты не можешь сейчас изменить. Поэтому твоя задача принять их и действовать в, скажем, условиях того, что у тебя есть. Привет, как вызванивать девушку или как брать номер телефона, чтобы она вызванилась? Чувак, ну, давай я тебе сейчас все расскажу прямо, значит, так, записывай. Приходи на тренинг, и мы тебя научим. Блястяще. Вопрос с девушкой, хорошо общались, но она отвечала взаимностью, но никогда не писала первую. Почему? Ничего серьезного не было, даже поцелуя. Ну, потому что девушке, им не свойственно писать первыми. Даже если ты ее заинтересовал, очень часто девушки делают так, что они не пишут первыми, и как бы они не хотят, чтобы ты видел их явный интерес к тебе. Они хотят, чтобы мужчина их добился, чтобы мужчина за ними там бегал и так далее. Это нормальное желание девушки. Живу на Кавказе. Я уже отвечал на этот вопрос, что я не знаю, я, к счастью или к сожалению, не живу на Кавказе, дружище. Там у вас свой менталитет, я туда не лезу, как бы ничего говорить про это не буду. Вопрос на таком, какие ноги лучше, московские или самарские? Чувак, да дело не в ногах. Ладно, смотрите, парни, наконец-то ваши вопросы закончились. Но если кто-то досмотрел до конца, я вас прям искренне с этим поздравляю. Это был Шамшурин. 20 ноября я жду тебя на своем онлайн-тренинге, на котором у тебя все эти вопросы отпадут сами собой. Потому что просто начав делать определенные вещи, ты поймешь, что вот это был не вопрос, и это был не вопрос. То есть у меня все получается только потому, что я начал действовать. Ссылка под видео, записывайся. Под этим видео, ребят, те, кто досмотрел его до конца, пишите следующие вопросы. Я в следующих видео буду на них отвечать. Очень скоро будет такая штука, что мы будем каждую среду или четверг выходить в прямой эфир с моей командой и будем там отвечать на ваши вопросы. То есть, в общем, будут прямые эфиры. Все, это был Шамшурин, я побежал.